привет с вами тед и сегодня ты узнаешь какие игроки самые богатые в starcraft кто больше всего заработал starcraft и результат тебя удивит а на данный момент предлагаю опуститься в комментарии и написать свои догадки кто же самый богатый старкрафтер если вы захотите найти самых богатых старкрафтеров скорее всего вы отправитесь на ликвипедию либо на али гулаг где расписаны все денежные достижения игроков и так если мы возьмем starcraft 2 то вот этот топ по заработанным деньгам профессионалами ну профессионалы они как раз таки стали после того как они заработали такие суммы и мы видим самом низу вот этого топа где-то на сороковых местах игроки типа бомбер рейн джей донг это все игроки которые играли в первые версии starcraft 2 то есть wings of liberty и heart of the swarm и подымаясь выше мы начинаем видеть игроков которые уже играют в легасе of the void почему так получилось очень просто призовые в лего все взвод банально выше банально выше этому вот здесь к примеру мы видим что самый богач у нас вроде бы серл то есть который заработал уже 900 тысяч долларов на призовых starcraft 2 rogue и мару идут вслед за ним них по 880 и 870 тысяч соответственно где-то на седьмых местах у нас протос и по 600 тысяч ну и самый классный я вам скажу персонаж это mc mc доминировал свое время просто катастрофически всю сцену starcraft 2 и заработал на этом 498 тысяч то есть в те времена когда призовые просто не были огромными и если бы он также доминировал сейчас как серл например то он бы я думаю достиг цифры в пару миллионов и вроде бы вопрос решен но нет не спешите ребята почему я сейчас не беру к примеру призовые брудвор здесь под не показываю все очень просто если вы откроете брудвор вы здесь увидите на первом месте dandy который сюда попал случайно из-за того что здесь вместо точки поставили запятую поэтому не пугайтесь это не тот результат который вас удивит на первом месте по призовым брудвар у нас флэш это флэш и флэш играет бур двор уже 20 лет из до 20 лет брудвара самый перспективный самый сильнейший игрок брудвара заработал 600 тысяч поэтому вроде бы как-то брудвар мы не смотрим так тоже все-таки самый богач starcraft может быть это алекс 007 зайдем на social blade зайдут для начала на свой это сайт который собирает статистику с youtube открытые и тут он примерно рассказывает сколько канал может заработать за там месяц и за год то есть это берется сумма из доступных опять же минимальных максимальных оплат за рекламу и прочую всю эту историю то есть это именно берется монетизация youtube а и прочь всего опять же так у нас ниша одинаковая starcraft можно взять вот эту вот мою цифру я знаю что за моих 90 тысяч просмотров месячных у меня где-то получается вроде 70 долларов соответственно за 3 миллиона просмотров алекса можно сказать что где-то за месяц получается 2500 долларов например вот поэтому алекс за 10 лет мог бы собрать только с монетизации примерно на топ-10 брудвара либо войти в топ-40 starcraft 2 вот так вот это интересно работает но опять же топ-10 и топ-40 это не самый богатый персонаж starcraft и так тоже кто же богач и тут я вам сейчас расскажу не богач богачи ребята джампер хеджик про которого на ликвиде и даже ничего не слышно кол про которого что-то тут написано и сози ки наверно правильно читается его никнейм и если мы спустимся вот в этот угол где есть информация о заработанных всего деньгах мы увидим 6240 как человек который заработал 6240 на призовых в starcraft может быть самым богачом а вместе с ним кол хеджик и джамперак которые даже не играют и играли 10 лет назад каких-то там турниках небольших турниках онлайновых и доходили максимум там до топ-4 топ-5 топ-8 и вот ребята здесь скрывается ответ посмотрите на этот турнир турнир аове аси кап старлига и sl1 это была попытка аси капа запустить какой-то брудвар турнир по starcraft у соответственно и нужно было привлечь игроков привлечь игроков потому что никто не хотел в то время это было очень там новенькая платформа она развивалась то время никто не горел желанием прямо сидеть там играть и вот они для раскрутки сделали призовой фонд 1000 долларов и на этом турнире мы видим что первое место занял корейский теранс кан второе место из третье место хэме из россии кстати и диска на четвертом выиграли они соответственно 500 250 150 и 100 долларов но почему я взял этот турнир все дело с 5 по 8 место на пятом тире восьмом месте мы видим зики кола хеджика и джампера тех самых игроков которых я упомянул чуть-чуть заранее они выиграли каждый по 41 . 25 долларов 41 . 25 почему именно такое число вот все очень просто то есть банально организаторы то время ну не могли найти лишние вот сотки долларов две сотки точнее на призовые и они решили так что как мы можем отдать призовой вот этим ребятам и с 5 по 8 место было выплачено каждому по 25 биткойнов ребята по 25 биткойнов что на то время являлась сорок одним долларом 25 центами и если взять данные за вот к примеру как то когда я записывают это ролик биткойн за ночь нам скачал на пару тысяч и на данный момент является имеет стоимость 62 тысячи 600 долларов за один bitcoin и мы просто-напросто берем 62 тысячи долларов умножаем на 25 биткойнов мы получаем что каждый игрок заработал ребята по 1 миллион пятьсот пятьдесят тысяч долларов при этом заняв с 5 по 8 место вы представляете как тогда хэма пытался сражался за попытку так сказать выйти выйти вперед и отдалить скана то есть как он хотел заработать заветные 500 долларов 2011 году как небось 2011 году расстроился джампер что ну не смог он не смог войти в топ-4 но я думаю если он на эти биткойны не накупил пиццы как знаменитой истории то он стал одним из тех кто поделил призовой фонд 6 миллионов 200 тысяч долларов эти 6 миллионов 200 тысяч если мы возьмем просто сколько было заработано к примеру всеми игроками то есть общий призовой фонд всех турниров по starcraft 2 2020 году мы получим 2 миллиона 400 тысяч то есть они за один турнир за 5-8 место заработали больше чем вся база игроков за 2020 год три раза ну что ребята с вами был тет надеюсь вам понравилась такая вот интересная история которая случилась старкрафте обязательно оставляйте лайки пишите ваши комменты и до новых встреч